Бездетный брак? Кто виноват? В трудной ситуации этот вопрос задают себе и друг другу супружеские пары. Ответ мы попробуем сегодня получить. В гостях у программы «Наше утро» главный врач фериала в Челябинский центр семейной медицины Татьяна Пестова. Доброе утро, Татьяна Ивановна. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Татьяна Ивановна. Вот скажите, пожалуйста, существует ли такое понятие, как мужское бесплодие? Исторически сложилось так, что вину за отсутствие, ответственность за отсутствие детей из семьи традиционно возлагает на женщину. Да, но современная медицина говорит, что далеко не так. 50 лет назад врачи знать не знали, что такое мужское бесплодие. А сегодня это причина едва ли не даже более половины бездетных браков. Факты таковы, что мужское бесплодие катастрофически прогрессирует. Увеличивается доля тяжелых форм мужского бесплодия и снижается количество сперматозоидов в эрикуляте абсолютно здоровых мужчин. Вся беда в том, что большинство причин этого для нас необъяснимы. Хотя я полагаю, что причиной этого могут быть технический прогресс. То есть это сидящий образ жизни, много времени, которое мужчины проводят за рулем. Компьютеры, телефоны, сотовые гаджеты, экология, стрессы хронические. То есть можно сказать, что снижение репродуктивных возможностей человека – это плата за цивилизацию. Так что, друзья, все на улицу, все в лес. Вот вы говорите, сейчас много такого, да, часто выявляется мужское бесплодие. А как мужчины реагируют на это? Вы знаете, если женщина бросается в бой с бесплодием, то большинство мужчин, к сожалению, склонны самоизолироваться от этого процесса. И, в принципе, мне это понятно как врачу, потому что в силу психологии мужской диагноз бесплодие убивает. Сбор анализов – это хождение по мукам. И ситуация усугубляется еще тем, что в сознании наших мужчин между понятиями бесплодие и импотенция стоит нерушимое знакравество. Хотя это совершенно не так. Но в результате всех этих факторов мужское бесплодие плохо диагностируют и поздно лечат. А вот скажите, пожалуйста, как вы в Центре семейной медицины определяете, может ли мужчина иметь детей или не может? В основе диагностики мужского бесплодия лежит, на самом деле, очень простой анализ. То есть это исследование сперматозоидов, достаточных для зачатия в экуляте у мужчины. Мы называем этот метод спермограмма. Это микровидеографический комплекс, автоматический спермоанализатор, который позволяет анализировать сперму по 18 параметрам. И исключает субъективную интерпретацию результатов исследований со стороны врача. То есть мы получаем абсолютно точный анализ. Более того, мы имеем компьютерный протокол и микрофотографии, которые делают этот анализ понятным и визуальным для пациента. Ну и, разумеется, исключают какие-то ошибки, неточности и сомнения в его достоверности. Более того, анализ готов за 2 часа. Я с уверенностью могу сказать, что это самый быстрый диагноз. Диагноз мужского бесплодия с помощью спермограммы. Самый быстрый диагноз в медицине. А вот скажите, пожалуйста, чуть-чуть другой вопрос. А если у женщины прерывается беременность, может ли мужчина быть в этом виноват? К сожалению, да. 80% причин неудачной беременности, неразвивающихся беременности. Это мужской фактор. Это ультраструктурные нарушения ДНК внутри самого сперматозоида. Обычными исследованиями это не определишь. Поэтому нам в Центре семейной медицины приходится использовать дополнительные методы диагностики, чтобы повысить шансы наших пациентов на результативные программы ЭКО или на вынашивание беременности. С результатом должен быть родившийся ребенок. Это все-таки мужское бесплодие. Если мужчина, он осознанно придет, допустим, захочет пройти лечение, он же может вылечиться от этого бесплодия. Как оно проходит? Климо на всю жизнь. В сознании простого зрителя, наверное, и есть такое, что это все навсегда. Это безусловно не навсегда, но надо трезво смотреть на вещи. На сегодняшний день не существует такой золотой таблетки, которая могла бы вылечить мужское бесплодие. То есть сделать сперму идеальной для естественного зачатия. Но мы можем в условиях лаборатории обработать и подготовить сперму мужчину, у которого параметры снижены, недостаточно для естественного зачатия, с помощью обогащения, концентрации, селекции сперматозоидов, чтобы использовать ее для самого эффективного метода. И, пожалуй, единственного метода преодоления мужского бесплодия – это искусственное уплотворение. Методы искусственного уплотворения или вспомогательные репродуктивные технологии диапазон очень широкий, и в Центре семейной медицины они имеются все. От самого простого до самого сложного. А вот скажите, пожалуйста, вот к какому специалисту мужчине обратиться? Как специалист называть? Вы знаете, вот если супружеская пара, как ни странно, хотела бы быстро и однозначно поставить, найти причину бездетности в браке, то первый визит супружеской пары должен быть не к гинекологу, да? Мы всегда начинаем с женщины, а к андрологу. Специалисту, задачей которого является выявление и лечение проблем, связанных с репродукцией и сексуальным здоровьем мужчины. И, в общем-то, сдать анализ спермы, сдать сперму на анализ и получить бесплатную консультацию андролога, вот такого специалиста, можно в день открытых дверей в нашем Центре семейной медицины, который мы регулярно проводим по субботам. Центр семейной медицины. Первый среди равных. Пионер в сфере репродуктивных технологий в Уральском регионе. Высокотехнологичная лаборатория клинической эмбриологии. Мы найдем выход из любой ситуации. Наш адрес – Логовая, 13. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну а я напомню, что в гостях у программы «Наше утро» была главная врач филиала в Челябинске Центре семейной медицины Татьяна Пестова. Ну а сейчас пришло время новостей.